Ну, я смотрю, что не все еще те, кто был в прошлый раз, подтянулись на вебинар. Но, тем не менее, семеро одного не ждут. Поэтому начинаем наш вебинар. Хорошо, Оленька, слышно. И начнем с того, что я хочу вам напомнить одно замечательное стихотворение. Которое предварит нашу сегодняшнюю встречу. Ну, для тех, кто не был на прошлом вебинаре, ну, во-первых, он может найти его по ссылке у Татьяны и посмотреть. Но хочу немножко напомнить, о чем мы говорили. О том, что Земля возносится, переходит на другие, более высокие вибрации. И для того, чтобы нам в ритме со Вселенной, со временем двигаться дальше, нам нужно тоже менять свои вибрации. Нам нужно накапливать энергии. Нам нужно увеличивать вибрации. Делать их более высокими. И вот что влияет на наши вибрации, как их можно увеличить, что самое главное, об этом шла речь на прошлом вебинаре. А сейчас я хочу вам напомнить одно замечательное стихотворение. Может быть, вы его уже слышали, но оно очень в сегодняшней теме нашей созвучно. На что мы тратим жизнь? На мелочные ссоры, на глупые слова, пустые разговоры, на суету обид, на злобу вновь и вновь. На что мы тратим жизнь? А надо бы на любовь. Сжигаем жизнь до тла, все на пустое что-то, на нудные дела, ненужные заботы, в угоду обществу придумываем маски. На что мы тратим жизнь? А надо бы на ласки. Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку, на имидж и престиж, ненужную науку, на ложь и хвостовство, на дармовую службу. На что мы тратим жизнь? А надо бы на дружбу. Куда-то все спешим, чего-то добываем, чего-то ищем все, а более теряем. Все копим, золото, трепье и серебро. На что мы тратим жизнь? А надо бы на добро. Волнуемся, кричим, по пустикам страдаем, с серьезностью смешной вещички выбираем. Но сколько ни гадай, все выберешь не то. На что мы тратим жизнь? А надо бы на мечту. Боимся радости, боимся верить в сказки, боимся и мечты, и нежности, и ласки. Боимся полюбить, чтоб после не то жить. На что мы тратим жизнь? А надо просто жить. И я прошу вас задуматься над этими словами. А пока хочу показать вам небольшой фильм, который, возможно, перевернет ваши отношения к жизни. Я даю вам 3 минуты, чтобы подумать, зачем вам нужна ваша жизнь и ваше здоровье, и как вы хотите использовать ваш ресурс. Так. Фильм немножко не докачался. Сейчас 2-3 минутки подождем, пока он закачивается. А пока поговорим дальше. Ну, из этого услышанного стихотворения, наверное, у вас уже родились какие-то мысли, что очень много в нашей жизни суетного, ненужного, что никак не повышает наш вибрационный фон. И сегодня мы будем говорить о ресурсе, о ресурсе энергии, потому что пока энергия есть, есть жизнь. Чем больше энергии, тем более мощно наш организм может самовосстанавливаться, тем мы моложе. А чем меньше энергии, тем мы становимся старше, дряхлее, процессы старения идут быстрее. И поэтому очень важно иметь в организме достаточно энергии. К сожалению, этой энергии очень часто не хватает, она разрушается, мы об этом еще поговорим позже, и об этом я говорила на многих своих вебинарах. Так вот, сейчас то количество энергии, которое есть в нас, может нам либо помочь подняться на высокие частоты, либо просто туда не пустить. Сейчас очень много людей, низкочастотных людей, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. высокие энергии, в первую очередь, требуют соответствовать этим энергиям нашу сердечно-сосудистую систему. И если она слаба, то она не выдерживает этого. И для того, чтобы переходить на более высокие частоты, нужно понимать, как удержаться в этом, что нужно делать. И вкладывается такое впечатление, сейчас очень много людей, 80% смертей в мире происходит по причине инфарктов и инсультов, то есть нарушения работы именно сердечно-сосудистой системы. И очень важно это понимать. И накапливая свою энергию, наращивая ее, переходя на более высокие частоты, мы можем не просто соответствовать земным вибрациям, мы можем еще и просто сохранить свою жизнь. Так, ну вот сейчас фильм загрузился. И сейчас обрабатывается. У меня вчера произошел такой горс-мажор, я все подготовила, все материалы подготовила, все, а потом глюкнул интернет, глюкнул компьютер, у меня все пропало. Представляете, все, что я собирала в течение нескольких недель, исчезло из компьютера. И сегодня мне пришлось... Я сейчас попробую увеличить звук. Сейчас лучше слышно? Лео! Как сейчас слышно? Напишите в чате. Ну, я поставила на максимум. Уже и громче не получится. Да, так вот. Из-за этих форс-мажорных обстоятельств я немножко запоздала с загрузкой сайтов. Вот все, сейчас включаю видео. Послушайте его внимательно, я думаю, что оно заставит вас задуматься очень многое. Я смотрю на могилы великих, во мне умирает зависть. Когда читаю эпитафии прекрасным, вожделение сходит на нет. Когда я вижу захоронение королей рядом с могилами тех, кто лишил их трона, я с грустью и удивлением вспоминаю о мелких интригах и склоках, которыми переполнена история человечества. Отталкиваясь от ложной системы ценностей, человек сплошь и рядом отказывается от чего-то более значимого в угоду тому, что сиюминутно и рационально. И только спустя годы и десятилетия понимает, жизнь прошла стороной. О том, что вспоминают и о чем жалеют люди на своем последнем рубеже, наш сегодняшний рассказ. В нашей жизни меняется все, но всегда присутствуют три постоянные. Изменения, выбор и принципы. Но, как любил повторять Стивен Гови, если лестница приставлена не к той стене, сколько бы ступенек вы не преодолели, все равно придете не туда. Путешествие вовнутрь необходимо нам для того, чтобы не плутать снаружи. Но где же именно находится та стена, которой стоит прислонить лестницу? Разобраться с этим нам поможет Бронни Вэр. Австралийская медсестра Бронни Вэр много лет ухаживала за безнадежными больными. Пациентами Бронни были люди, которые из хосписов отправляются домой умирать. Они разделили с ней особенный период своей жизни, последние от трех до двенадцати недель. Все пациенты, отмечают Бронни, поэтапно прошли через отрицание, страх, гнев, раскаяние, еще большее отрицание и, наконец, принятие. И все, как один, перед уходом, нашли успокоение. Когда их спрашивали, о чем они сожалеют, и о том, что бы они сделали по-другому, снова и снова всплывали одни и те же темы. Вот пять самых распространенных из них. Жаль, что у меня не хватало смелости жить той жизнью, которая действительно была мне по душе, а не той, которую ожидали от меня другие. Это было самое распространенное сожаление. Когда люди понимают, что их жизнь почти закончена, и честно смотрят на прожитые годы, им легко увидеть, как многое из того, о чем они мечтали, так и осталось за кадром. Большинство не исполнило и половины того, что задумывалось. Им приходилось уходить, зная, что всему виной только их собственный выбор, или то, что они так и не сделали своего выбора. Очень важно постараться успеть реализовать на своем жизненном пути хотя бы часть из того, о чем вы мечтаете. Нужно помнить, что когда вы потеряете здоровье, будет слишком поздно. Здоровье дает ту свободу, которую осознают очень немногие. Это обычно понимаешь, когда его уже нет. Слишком много работал. Такое признание брони делали практически все пациенты мужского пола. Они не заметили, как повзрослели их собственные дети, и насколько мало времени уделяли общению с главными людьми в своей жизни. Практически все мужчины, выбравшие в качестве главного приоритета работу и карьеру, глубоко сожалели об этой упущенной возможности. А ведь если вы откажетесь от излишеств, и каждый раз будете подходить к выбору более осознанно, то, пишет брони, скорее всего, вам понадобится куда меньше денег, чем вы предполагаете. Создав в жизни больше свободного пространства, вы откроете себя для новых возможностей, которые, опять-таки, будут больше соответствовать вашему новому образу жизни. Очень многие люди подавляли свои чувства и идеи с тем, чтобы не слишком выделяться в своем окружении. Жесткое подавление своих эмоций и желаний, сопровождающейся горечью и обидой, очень часто становилось причиной многих психосоматических заболеваний. В итоге, накопив проблемы со здоровьем, они довольствовались серым существованием и так и не стали такими, какими на самом деле могли бы быть. Нам незачем отслеживать реакцию на нас, других людей. Даже если окружающие сперва болезненно отреагируют на ваши стремления открыто выразить свои чувства и взгляды, в конечном итоге, это поднимет ваши отношения на абсолютно новый уровень или освободит вас от нездоровых отношений. В любом случае, вы останетесь в выигрыше. Люди по-настоящему осознавали всю пользу общения со старыми друзьями только тогда, когда до смерти оставалось несколько недель. Но отыскать друзей не всегда было возможно. Многие были настолько погружены в повседневную суматоху и собственные проблемы, что их отношения с друзьями с годами сошли на нет. Я слышала много глубоких сожалений о том, что люди не отдавали дружбе того времени и усилий, которых она стоила. Вспоминает Бронни. Ведь все скучают по своим друзьям на пороге смерти. В нашей занятой жизни, посвященной добыче материальных благ, статуса и власти, мы слишком часто упускаем дружбу. Но когда чувствуешь приближение смерти, все эти вещи отходят на второй план. Да, люди хотят, чтобы перед уходом их финансовые дела были в порядке. Но деньги, карьера и социальный статус на этом этапе больше не представляют для них истинной ценности. Все, что остается на последнем рубеже, это любовь и отношения. Удивительно, пишет Бронни, но на этот момент обратили внимание очень многие. Они до самого конца своих дней не осознавали, что счастье – это вопрос их собственного выбора. Они оставались заложниками своих закостенелых установок и привычек. Привычная зона комфорта и вторичные выгоды полностью диктовали им набор эмоций и стиль жизни. Конформизм и страх перемен вынуждал их лукавить с собой, убеждая, что все окей. Но на смертном адре вас меньше всего заботит то, что о вас думают другие. Оказывается, возможность ни о чем не беспокоиться и снова улыбаться всегда оставалась с вами. И для того, чтобы стать счастливее, нужно не карабкаться вверх и следить за трендами, а сделать всего один шаг в сторону и оставить страх. Величайшие сражения в нашей жизни происходят в молчаливых залах наших душ. Теряя самые ценные отношения, здоровье и свою целостность, мы почти всегда забываем, что секундная стрелка движется только в одном направлении. Мы растрачиваем свое время, силы и энергию на то, чего не можем изменить, в ущерб тому, на что вполне можем оказать влияние. В 2004 году, после смерти мужа, 65-летняя Иран МакГи по прозвищу Смоки лишилась крыши над головой и оказалась в буквальном смысле на улицах Лос-Анджелеса. Выживать приходилось за счет макулатуры и банок, которые она сдавала в пункты приема. Однажды Иран решилась постучать в дом Элвиса Саммерса, чтобы забрать ненужные газеты. Он мог вызвать полицию и прогнать старушку, но вспомнил свою бабушку, которой также приходилось сводить концы с концами. Узнав, что МакГи ночует под открытым небом, парень попросил зайти через пять дней. Поехав в строительный гипермаркет, он закупил комплект для мини-домика на 500 долларов. Когда старушка пришла в следующий раз, он поздравил ее с новосельем. Конечно, дом размером два с половиной на полтора метра трудно назвать полноценным жилищем, но все познается в сравнении. И Иран была на седьмом небе от счастья. Так этот странноватый парень с хохолком на голове сделал выбор, за который ему никогда не будет стыдно. Свой маленький выбор успели сделать и 10 тысяч человек, пришедших к умирающей от острова Мия Лоли Коза восьмилетней Дилейни Браун, чтобы спеть для нее рождественские колядки. Такой выбор всегда остается и у нас. Стив Джобс, культовая личность нашего времени, владелец компании, давно оседлавшей мировой топ по множеству позиций, включая капитализацию. После смерти Стива было обнародовано его последнее послание, которое он оставил в больничной палате. И вот, что понял за свою жизнь основатель величайшей в истории человечества цифровой империи. «Мне удалось достичь вершины в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь — это олицетворение успеха. Но, признаюсь, помимо работы, у меня не так много радостей. И вообще, богатство — это только факт жизни, к которому я просто привык». «В настоящий момент я лежу на больничной койке и вспоминаю всю мою жизнь. Теперь я понял, что богатство и признание, которыми я так гордился, потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. Когда в темноте я смотрю на зеленый свет, идущий от аппарата жизнеобеспечения, и слышу характерный механический звук, я чувствую приближение смерти и дыхание Бога. Теперь, когда у нас достаточно денег, самое время подумать о совершенно других вопросах в жизни, не связанных с богатством. В жизни есть куда более важные вещи. Возможно, для кого-то это отношения, для других — искусство или детские мечты. Постоянная гонка за наживой превращает человека в марионетку. Так случилось и со мной. Бог наделил нас чувствами, чтобы мы могли рассказать о своей любви близким. Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу взять с собой. Все, что я унесу с собой, это лишь воспоминания, связанные с любовью. Вот настоящее богатство, которое должно следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы идти дальше. Любовь способна преодолеть огромные расстояния. У жизни нет пределов. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Идите туда, куда зовет вас сердце. Это все в ваших руках. Имея деньги, вы можете нанять кучу людей, которые будут возить вас, делать что-то по дому или работе. Но никто не возьмет ваши болезни на себя. Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь. Не важно, сколько вам сейчас лет и чего вы добились. У нас у всех наступит день, когда занавес опустится вниз. Ваше сокровище – это любовь. Берегите себя. Заботьтесь о других. Жизнь – это выбор. Это ваша жизнь. Выбирайте сознательно. Выбирайте... Благоразумно. Выбирайте честно. Выбирайте счастье. Что ж, друзья, наверное, стоит прислушаться к этим словам. Ведь любовь – это действительно то, что наполняет нашу жизнь смыслом и то, что греет наши души. Спасибо за лайки и репосты. Пока. Всем привет! Как писал Джозеф Адисон. Когда я смотрю на могилы... Я думаю, что фильм этот наверное, произвел на вас впечатление. И еще раз говорю, стоит задуматься, на что мы будем тратить наш жизненный ресурс, осваивая те энергии, которые сейчас опускаются на Землю. Почему мы должны стремиться к высоким энергиям? Стремиться для того, чтобы долго жить на этой нашей Земле. Выстроить свои планы и позволить им реализоваться. Без достаточной энергии это очень сложно сделать. и запомните, человек, не повышающий свои вибрации, так или иначе, обрекает себя на то, чтобы вскоре покинуть земной план. И мне важно сейчас узнать, как вы меня слышите. Пожалуйста, поставьте циферки. Я не могу продолжать без обратной связи. Слышите вы меня или нет? Или я говорю, так, Анна ответила, спасибо, девочки. Высокие вибрации это принятие, благодарность, спасибо, спасибо, единство, сострадание, сердечная любовь и, наконец, высшее проявление безусловной любви. Давайте вспомним то, о чем мы говорили с вами на предыдущем вебинаре. Если человек живет чувствами, то он имеет совершенно другие вибрации. В соответствии от 38 Гц и выше принятие мира таким, какой он есть, без возмущения и других негативных эмоций, это уже 46 Гц. Великодушие 95 Гц. Вибрации благодарности 45 Гц. Сердечные благодарности 140 Гц и выше. Единство с другими людьми 144 Гц. Сострадание от 150 Гц и выше, а жалость только 3 Гц. Любовь, что называется головой, то есть, когда человек понимает, что любить это хорошо, светлое чувство, большая сила, но сердцем любить еще не получается, всего 50 Гц. А любовь, которую человек генерирует своим сердцем ко всем без исключения людям и всему живому, от 150 Гц и выше. Любовь безусловная, жертвенная, принятая во Вселенной от 205 Гц и выше. И давайте вспомним вот эту вот спираль. Попробуйте, разверните этот на весь экран слайд. И вот в этой спирали очень четко показано, какие вибрации. Самая низкая вибрация 0,2,2,2 Гц. Это смерть. Это страх, чувство вины, которое вызывает смерть. Ложь и обеда 0,6,3,5. Смех и гордыня 0,9. Пренебрежение 1,5. Превосходство 1,9. Жалость к себе 3, раздражение 3,5. Это те негативные энергии, низкочастотные, которые сейчас совершенно не воспринимают Вселенная, которые ведут нас в никуда. А дальше начинаются уже более высоте энергии, которые позволят нам восстановить свой потенциал, открыть в себе какие-то новые ресурсы и жить долго. Это оптимизм 38, принятие 48, благодарность 56, единство 144, сострадание 147, сердечная любовь 150 и безусловная любовь более 205. Критерии энергии высоких вибраций, здоровья и хорошего самочувствия это светлые мысли, радость, настрой на позитивность, вы исходите из безусловной любви в отношении ко всему, исходите из изобилия в отношении разных сфер вашей жизни, вы настроены на удачу и вот это дает нам высокие вибрации существования. Человек ответственен за ту энергию, которую он проецирует в мир и в собственное состояние, то есть вибрации его мысли, эмоции, настроения и действия отражаются как на качестве его собственной жизни, так и на всем, что его окружает. В наше время все большее значение приобретает энергетические вибрации человека. Человек как транслятор транслирует свои энергии, а энергии имеют обыкновение резонировать с окружающими энергиями. Вот помните, наверное, фразу «мы притягиваем к себе то, что нам соответствует своими эмоциями, своими энергиями». И вот если мы транслируем в окружающее пространство негативные низкие частоты, то они находят такие же низкочастотные вещи и начинают резонировать с ними. А что такое явление резонанса в физике? Вспомните, когда две волны на одной частоте встречаются, они резонируют и амплитуда увеличивается в два раза. Поэтому если мы негативные эмоции транслируем, к нам подтягиваются негативные люди с такими же эмоциями и эти эмоции возвращаются нам вдвойне отрицательными эмоциями, отрицательными какими-то ощущениями. А если мы позитивные эмоции направляем в мир, то мы и получаем усиленную благодарную энергию обратно. Самый простой способ поднимать частоту вибрации это позитивные мысли. Мысли вообще практически полностью формируют не только события нашей жизни, но в целом наше состояние физическое и духовное. Если вы настроены на позитив и мыслите позитивно, ваша частота вибраций повышается. И я хочу вам рассказать небольшую притчу, которая называется «Сила благодарности». Жила-была женщина. Казалось бы, простая и обыкновенная женщина, если бы не одно «но». Ее глаза всегда лучили с невообразимой добротой. Уголки ее губ всегда были готовы подарить этому миру или нежную улыбку, или восторженный смех. в ее сердце всегда находились слова ободрения или надежды для тех, кто в этом нуждался. И несмотря на то, что она не была красавицей, сошедшей с обложки журнала, все, кто ее знал, признавали, что не встречали более очаровательной женщины. И вот как-то раз, прияк к ней в гости, ее подруга решила узнать, в чем секрет ее магнетической притягательности, как ей удается с такой легкостью принять собой всех окружающих. Женщина, понимающая, улыбнулась и начала свой рассказ. Мы дружим с тобой уже давно. Ты прекрасно знаешь, что жизнь моя не была усыпана розами. И не могу сказать, что я была любимицей судьбы и мне бы всегда везло. Моя жизнь она такая же, как и у многих. Семья, которая ждет от меня ежедневной заботы, поддержки и любви. Дом, который требует моего внимания и сил. Работа, где мне приходится выкладываться на все сто процентов, потому что я не умею делать что-то без души. Обычная череда дней, где есть место и усталость, расстройством и разочарованием. Но у меня, правда, есть один секрет. Именно он позволяет сиять моим глазам. Благодаря ему я всегда держу улыбку на готове. Этот секрет – мое спасение от хмурости дней и плохого настроения. Поделись же им скорее. Мне тоже очень часто приходится несладко. Муж, дети, быт, работа отнимают столько энергии. Часто у меня не остается ни сил, ни желания радоваться о жизни. Что это за секрет такой, который помогает тебе, словно птице Феникс, возрождаться из пепла каждый раз? Если ты думаешь, что это что-то особенное, ты ошибаешься. Все очень и очень просто. Мой секрет – сила благодарности. Благодарности недоверчиво скрикнула подруга. Только и всего. Не спеши недооценивать. Сила благодарности поистине творит чудеса. Именно она помогает мне каждый день встречать с радостью и удовольствием и заряжать этих тем, кто рядом со мной. Но кого и за что ты благодаришь? Каждый день приносит мне столько поводов для благодарности, что я только и успеваю перечислять. Я благодарю своего мужа за то, что у нас такой крепкий дружный союз, за то, что он понимает и принимает меня такой, какая я есть, за то, что нам так хорошо вместе. Я благодарю Бога за то, что он подарил мне детей, а детей за то, что они выбрали меня. Я благодарю их за успехи в школе, за их смышленность и сообразительность, за то, что они помогают мне по дому, за то, что доставляют мне столько радости и приятных часов. Я благодарю своих друзей за то, что они всегда готовы протянуть мне руку помощи. Я благодарю своих родителей за то, что они живы и здоровы продолжают помогать и участвовать в моей жизни дают мне опору и наслаждение от общения с их мудростью. Я благодарю своих коллег за сотрудничество и профессионализм, за то, что они щедро делятся своими знаниями, что у меня есть чем у них поучиться. Я благодарю каждый день за приятные сюрпризы и неожиданности, за любую мелочь, которая порадовала меня. Что бы ни случилось, я благодарю за это. Даже если случилось что-то недоброе. Да, и за это тоже. Любые неприятности, любые испытания – это лишь небольшой эпизод в огромной картине. Мы не можем не осознавать величие этого замысла. Но в итоге все ведет нас к нашему благополучию. Все, что происходит со мной, я воспринимаю как благо. Может быть, я пока не понимаю, в чем истинный смысл этого события. Но я верю всей душой, что в итоге все обернется самым лучшим для меня и моих близких образом. Эта вера помогает мне жить. Неужели это поможет и мне, задумалась подруга. Обязательно. Благодарность – прямая дорога к счастью. И чем раньше ты пойдешь по этому пути, тем быстрее ты найдешь свое счастье. Вот такая притча. Сегодня мы с вами не только познакомимся с возможностями повышения своих вибраций уже на вебинаре и новыми открытиями ученых в области восстановления своего здоровья и продления жизни самыми доступными для каждого из вас способами. Но и начнем это делать умести. Не позволяйте себе мириться с плохим самочувствием. Ведь восстанавливать здоровье, привести его в норму даже при тяжелых болезнях совсем несложно. При этом не нужна никакая химия. Достаточно обратиться к своему собственному подсознанию. Пора учить ему обнулить факторы, создавшие в тебе боль или болезнь, и восстановить вашу здоровую физиологическую норму. Практически все врачи единодушны. Именно стрессы и утрата душевной гармонии приводят к снижению иммунитета и создают условия для развития как острых, так и хронических заболеваний. Вот, кстати, пример из жизни. Вы знаете, что совсем недавно умер Олег Табахов. Любимый артист. Ему было 82 года. И вы знаете, я была просто потрясена, когда я узнала причину, по которой он умер. Я думала, ну у него с сердцем там были проблемы, что-то отнюдь. Он решил поставить импланты и занесли в это время ему инфекцию. И он умер от сепсиса и не смогли спасти его в реанимации, потому что был ослабленный иммунитет. Ну все-таки 82 года человеку. Но представляете, вот выбор. Поставить импланты и проститься с жизнью. Причины иммунитет. Такие случаи бывали у нас, бывали в городе, у молодых, но, к счастью, у более молодых людей более сильный иммунитет, и им удалось выкарабкаться из этой ситуации. А вот Олегу Табакову не удалось. Церство ему небесное. Да как же отдать такое поручение своему подсознанию? Речь идет о более надежном средстве ментальных лекарствах. Тех самых, которые, опираясь на силу подсознания, взаимодействуют не с самими болезнями, а с их причинами. Именно такой подход действительно является эффективным. Ведь когда нет причин, то нет и болезни. К таким мощным снадобьям относятся медитативные трансовые техники, самогипноз, аффирмации, самовнушение. Одно такое лекарство вы получите сейчас. Договорись со своим подсознанием. Выпусти наружу его могучие силы, и ты узнаешь, что такое жить без ограничений. Я немного повторюсь, рассказывая о могуществе медитации, но это только дополнит то, что я вам рассказывала на прошлом вебинаре. Я иногда слышу, как люди говорят мне, я не верю, что медитация работает. Какая польза может быть от того, что сидишь или лежишь в тишине и ничего не делаешь? Ну разве что заснуть можно побыстрее. Слышали ли вы подобные комментарии на ваше предложение помедитировать? Действительно есть те, кто не верит, что от медитации может быть какая-то польза. А в это и не нужно верить. Есть научно доказанные факты, которые подтверждают положительные изменения в организме после медитации. Давайте узнаем, какие именно. Ученые доказали, что в пользу медитации не обязательно верить. Вот четыре научно доказанных преимущества медитации. Ученые доказали, что первое доказанное свойство медитации – усиление творческих способностей. Одним из самых интересных открытий о медитации стало то, что она стимулирует и увеличивает творческий потенциал. Это доказали результаты исследований в Лейдинском университете в Нидерландах в 2012-2014 годах. Участникам исследований до и после медитации предложили провести мозговой штурм. И после медитации они предложили гораздо больше интересных идей, чем раньше. Самое интересное, что испытуемые не были экспертами в той области, в которой выдвигали идеи. Второе свойство – снижение стресса и беспокойства. О том, что медитация расслабляет и снижает уровень стресса, слышали все. И в январе 2017 года этот факт был научно доказан, подтвержден учеными Джордж-Тамского университета Соединенных Штатов Америки. Проведенные клинические исследования доказали, что после медитации в организме снижается уровень гормонов, отвечающих за стресс. Всего 10 минут медитации помогают понизить уровень тревожности и улучшить концентрацию внимания. В исследованиях принимали участие две группы испытуемых. Первая группа проходила курс лечения от тревожных расстройств, психики и повышенного стресса, в который также входили медитации. Участники второй группы получали лечение без медитации. Затем результаты обеих групп клинически зафиксировали и сравнили. Первая группа показала гораздо лучшие результаты. Еще одно исследование провели ученые Университета Ватерлоу в Канаде в мае 2017 года. Они доказали, что всего 10 минут медитации помогают людям с повышенным уровнем тревожности улучшить свою концентрацию. Третье. Изменение структуры мозга. В 2011 году было проведено клиническое исследование Массачусетской больницы общего профиля США. В ходе исследования было изучено и доказано влияние медитации на область мозга, отвечающие за память, эмпатию и уровень стресса. Участники эксперимента после курса медитации прошли МРТ головного мозга. В их гиппокампе было обнаружено увеличение плотности серого вещества на участках, отвечающих за обучение, память, самосознание, интроспекцию. А плотность серого вещества на участках, отвечающих за стресс и тревожность, уменьшилась. Четвертое свойство. Уменьшение боли. Ученые из университета Литца Беккета Великобритания в июне 2017 года доказали, что медитация прекрасная альтернатива анальгетикам. Всего за 10 минут медитация оказывает болеутоляющие действия, повышает болевой порог, а также снижает беспокойство, связанное с болью. Особенно это преимущество медитации важно для тех, кто постоянно принимает болеутоляющие препараты. Некоторые лекарства снимают больно, вызывают привыкание и там такие серьезные побочные явления, вплоть до отказа почек, дырявого кишечника и так далее. У медитации нет никаких побочных эффектов. Также клинические исследования с помощью бинарного метода показало, что медитации эффективно снижают болевые ощущения более эффективны, чем плацебо. Это доказывает то, что положительное влияние медитации это не просто самовнушение. И это далеко не все исследования на тему медитации. Ученые во многих странах продолжают изучать влияние медитации на организм человека. И самое главное, что они доказывают, это то, что нет смысла просто верить в пользу медитации. Если их не делать, то и результатов вы не увидите. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А точнее не увидеть, а почувствовать. Что дает медитация? Польза медитации для человека очевидна и не подлежит отрицанию. При регулярных занятиях достигается концентрация ума, душевное спокойствие, умение управлять своими эмоциями, и ясность мыслительного процесса. Человек обретает способность, как понять свои желания, свою сущность, отделять свои мысли от навязанных стереотипов. С повседневной жизни уходит суета, накапливается энергия и открываются новые возможности для самореализации. Медитация приносит покой и расслабление, положительно влияет на здоровье и энергию. Она расслабляет и насыщает кислородом тело, поддерживает высокую концентрацию кислорода в крови. Однако научные исследования не подтвердили каких-либо быстрых возможностей медитации в лечении существующих заболеваний напрямую. Однако факт, что медитация для глубокого расслабления и снятия стресса отличное средство не испарим. Стресс в современном мире считается главным виновником появления многих заболеваний, в том числе и хронических. Значит, чем меньше стресса, тем меньше болезней возникает в человеческом организме. Расслабление души и тела с помощью медитативных практик приводит именно к устранению негативных эмоций и улучшению работы всех органов. Наш организм так мудро устроен, что многие болезни мы можем излечить сами, своими резервами. Надо только научиться слушать и слышать себя. Медитация не что иное, как возвращение к своей сути и возможность восстановить свой физический и духовный уровень и душевное здоровье. Это далеко не вся польза медитации, но основные моменты, о которых можно сказать в первую очередь. Занятие медитацией – это большой труд, вознаграждением за который будут великие преобразования самого себя. Какие именно изменения произойдут с вами, зависит от вашего усердия, желания и терпения. Главное – проявить волю и заниматься медитацией регулярно. Сделать ее нормой своей жизни. И что еще я бы хотела зафиксировать в вашей памяти. Человек будущего – тот, который сам научился генерировать энергию. Он не зависит от внешних источников восходящего и нисходящего потока космической энергии. Он не зависит от внешнего воздействия вибраций других людей. Это значит, что в его сотворении реальности никто, кроме него, не принимает участие. Это будущее человечества. Это то, куда мы с вами направляемся. Ваша вибрационная подпись может меняться в процессе вашей духовной эволюции. Если вы хотите получать от Вселенной подарки в виде радости, денег, энергии, новых знаний и возможностей, позаботьтесь о том, что вы отправляете во внешний мир. Сделайте свои вибрационные подслания качественнее, чтобы привлечь в свою жизнь то, что вы действительно хотите. Потому что то, что мы отправляем, то мы получаем обратно. И сейчас мы приступаем к обучению. Научитесь выстраивать свою реальность в соответствии с своими желаниями. И сейчас мы начнем учиться правильному обращению, взаимодействию со своим подсознанием. Что ты обычно делаешь, когда что-то болит или когда испытываешь недомогание? Принимаешь таблетки, пьешь мекстурой, каким-то другим способом справляешься с болью и недомоганием. А может уже царит привычка просто терпеть боль, мириться с тем, что чувствуешь себя нехорошо. Не надо терпеть боль. Не позволяй себе мириться с плохим самочувствием. Ведь восстановить здоровье, привести его в норму совсем несложно и при этом не нужна никакая химия. Достаточно обратиться к своему подсознанию и отдать ему поручение обнулить все факторы, создавшие болезнь. Как же отдать такое поручение своему подсознанию? Давайте начнем этому учиться. Сейчас я включаю медитацию, сеанс, властелин, себя. Который поможет вам научиться взаимодействовать со своим подсознанием. Для этого вам надо принять удобную позу. Желательно надеть наушники и изолировать себя от всяких внешних вторжений в ваше пространство. Это сеанс «Властелин себя», который является пошаговой инструкцией по обучению аутогипнозу. Что такое аутогипноз? Аутогипноз, как и гипноз вообще, это такое воздействие, в результате которого наступают заметные, наглядные улучшения в том, что является предметом воздействия. Например, это может быть здоровье, применяя аутогипноз, целью выздороветь от какой-то болезни или улучшить общее самочувствие, усилить энергетику, выносливость и прочее. Ты сможешь обеспечить себе желаемые улучшения быстро и сможешь полностью контролировать свое здоровье, нейтрализуя особыми командами любые болезненные факторы. Аутогипноз можно, и да, очень эффективно применять в деле коррекции судьбы, когда хочешь, чтобы наступали такие изменения в жизни, на которые указывают твои желания, твои мечты, твои устремления. Сейчас ты научишься аутогипнозу и сможешь свободно делать это, переводить свой мозг в такой режим работы, при котором обеспечивается реализация любых намерений, чего бы они ни касались. И давай приступим. Начинается аутогипноз с закрытия глаз. Так обозначается состояние, при котором, будучи бодрствующим, ты не сможешь открыть глаза. Этого можно свободно и без особых усилий достичь, устроившись оптимально удобно, в удобном кресле, обеспечив себе условия, когда никто и ничто не помешает. Да, прими оптимально удобное положение. Позволь своему телу устроиться так, чтобы тебе во всех отношениях стало удобно. Затем тебе необходимо сделать следующее. Скажи раз и сразу сосредоточься вот на этой мысли. Мои веки становятся очень тяжелыми. Думай только эту мысль. Сосредоточься только на этой мысли. Проникнись ею, пока ты ее думаешь. И отгоняй всякую другую мысль, например, такую. Интересно, удастся ли мне это? Просто сосредоточься на единственной мысли. Мои веки становятся очень тяжелыми. Сосредоточься на этой мысли сейчас, а я подожду. Начинай повторять мысленно. Мои веки становятся очень тяжелыми. И если у тебя будет только эта единственная мысль, и если ты сосредоточишься на ней как следует, полностью, в то время, как ты ее думаешь, то твои веки, конечно, действительно отяжелеют. Не жди, чтобы твои веки стали очень тяжелыми. Когда они только начнут тяжелеть, можешь сразу переходить ко второй фазе аутогипноза. Эта фаза открывается словом «два». И сразу, как ты мысленно произнесешь это слово, подумай вот эту мысль. Мои веки очень тяжелые, они сами смыкаются все плотнее. Как и в первой фазе, думай только эту мысль. Сконцентрируйся на ней максимально прочно. И верь в эту мысль, не допуская в свое сознание ничего, что соблазняет сомневаться в том, что твоя команда безупречно исполнится. И так думай мысль. Мои веки очень тяжелые, они сами смыкаются все плотнее. Не закрывай глаза и не удерживай их закрытыми насильно, но и не стремись держать глаза открытыми, чтобы не противоречить своим же командам, создавая тем самым ненужные конфликты внутри своего сознания. Дай, не заставляй себя и не препятствуй ни в чем, а просто держи в голове единственную мысль. Мои веки очень тяжелые, они сами смыкаются все плотнее. Пока ты повторяешь эту фразу, пока удерживаешь ее в своем сознании, как единственную мысль, позволь своим векам действовать самостоятельно. Пусть они сами исполнят твою команду. Когда ты проникаешься этой мыслью с полным доверием, то твои веки никуда не денутся, выполнят твою команду. И что ценно, выполнят самостоятельно, без всякой волевой помощи с твоей стороны, твои веки плотно закроются. И тогда ты сможешь перейти к третьей фазе аутогипноза. Эта фаза открывается словом «три». Скажи «три» и подумай, мои веки крепко сомкнуты, и я не могу открыть глаза, несмотря на все усилия. Как и прежде, необходимо мысленно повторять только эту фразу, думать только ее. Проникнись этой мыслью и полностью верь в нее. Мои веки крепко сомкнуты, и я не могу открыть глаза, несмотря на все усилия. Но вместе с тем на этой фазе ты можешь позволить себе сделать попытку открыть глаза, чтобы обнаружить, что ты не можешь это сделать, пока не отдашь своим глазам команду «откройтесь». и только тогда твои глаза мгновенно откроются. Да, попробуй открыть глаза, чтобы убедиться, что твои веки выполнили твою команду как следует, будто не открываются без усилий. или без команды откроетесь. Не отчаивайся, если сейчас, с первой попытки, твои веки не в полной мере подчинились твоим командам. Просто знай, если это произошло с тобой, то это значит, что ты представитель классической нормы. Да, чаще всего при обучении автогипнозу первые две или максимум три попытки оказываются не вполне удачными, поскольку обычно еще отсутствует полноценное умение сосредоточиться на одной мысли, прогоняя из сознания все прочие. Неудача вовсе не свидетельствует о недостаточных способностях мозга переходить с режима на режим и не свидетельствует о недостаточных когнитивных способностях скорее наоборот. У интеллектуально развитых людей обычно в ответ на внешний или внутренний раздражитель возникает целый поток последовательных мыслей и мысли в этом потоке стремятся проявиться во взаимопроникновении, поэтому их не всегда просто удалить из сознания. Ну, это так, информация тебе на всякий случай, чтобы только удовлетворить познавательный интерес, а по-настоящему имеет важность то, что первая твоя попытка это только проба твоего природного навыка управлять собой и своей реальностью силой фокусной мысли. И ты сейчас активируешь этот навык, востребуешь его, чтобы в полной мере убедиться, что этот навык у тебя есть и он сильный, прочный и надежный. И ты убедишься в этом прямо сейчас. Итак, произнеси мысленно одно слово «один», а следом за ним вот эту фразу «Мои веки становятся очень-очень тяжелыми». И мысленно повторяю эту фразу пока я держу паузу. Начинай. «Мои веки становятся очень-очень тяжелыми». Хорошо. Теперь мысленно произнеси «два». А следом сфокусируйся на мысли. «Мои веки очень тяжелые, они сами смыкаются все плотнее». Повторяю эту фразу мысленно все то время, что я держу паузу. Начинай. «Мои веки очень тяжелые, они сами смыкаются все плотнее». Да, хорошо. А теперь скажи мысленно «три». И сразу сфокусируйся на мысли. «Мои веки крепко сомкнуты, и я не могу открыть глаза, несмотря на все усилия». И то же самое крути эту фразу в голове, пока я держу паузу. Начинай. «Мои веки крепко сомкнуты, и я не могу открыть глаза, несмотря на все усилия». «Мои веки». А теперь попробуй открыть глаза. Да, сделай попытку открыть глаза, чтобы убедиться, что ты не можешь это сделать без видимых усилий. Мощцы твоих век станут напрягаться, чтобы открыть глаза. Но они останутся закрытыми до тех пор, пока ты не скажешь слух или мысленно «Откройтесь». Поэтому, чтобы убедиться, что твои глаза исполняют твои команды, произведи еще раз опыт. Произнеси слух или мысленно «Откройтесь». и тебе станет заметно легче открыть глаза. Ну что, уже лучше получилось, верно? Хорошо. Сейчас получится еще лучше. Произнеси мысленно один. Хорошо. А теперь мысленно скажи всего один раз скажи. «Мои веки очень-очень тяжелые». Хорошо. Теперь мысленно скажи слово «два». Теперь произнеси всего один раз следующую фразу. «Мои веки очень тяжелые и они сами смыкаются все плотнее». «Мои веки очень-очень отлично». Теперь мысленно скажи слово «три». И всего один раз повторять не надо. Прознеси мысленно вот это. «Я не могу открыть глаза, несмотря на все усилия». «Отлично». «Отлично». И сделай попытку открыть глаза. Убедись, что веки сопротивляются и стремятся закрыться еще плотнее. «Отлично». 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 теперь знаешь, что когда ты удерживаешь в своем сознании всего одну мысль, а прочим мыслям на это время закрываешь вход, то эта единственная мысль, которая может быть о чем угодно, реализуется очень быстро. реализация фокусной мысли может проявляться как в физических реакциях внешних и внутренних, так может проявляться в виде событий и ситуаций, которые тебе надо, чтобы они проявились, возникли, произошли. И да, теперь ты овладеешь ключом ко всему, на что указывают твои желания, намерения и устремления. Используй этот ключ постоянно, применяя силу фокусной мысли, чтобы реализовать возможность жить без всяких ограничений. А для того, чтобы этот ключ работал на тебя с полной отдачей, то есть максимально эффективно, я покажу отрез выше сейчас еще один секрет, который позволяет совершенно свободно управлять собой, своим самочувствием и своей реальностью так, что никакие внешние факторы и так называемые досадные случайности не смогут помешать тебе получать все из всего, что ты хочешь. Итак, давай проведем еще один опыт, чтобы тебе убедиться, что силой фокусной мысли ты можешь достигать очень многого, практически всего, что ты хочешь сейчас и захочешь в дальнейшем. Закрой глаза, проверь, что ты сейчас находишься в оптимальной удобной позе. И да, если необходимо, позволь своему телу изменить положение и устроиться еще удобней. Так, хорошо. А сейчас я предложу тебе фразу, на которой тебе следует сфокусироваться на все то время, что я буду держать паузу. Повторяй эту фразу мысленно, стремись не допустить в свое сознание ни одной другой посторонней мысли. Итак, приготовься. Вот фраза, которая тебе сейчас следует удерживать в своем сознании в качестве единственной мысли. Я свободно умею удерживать в уме. Только одну мысль не допуская другие. Начинай повторять эту фразу мысленно, а я подожду. Я свободно умею удерживать в уме только одну мысль, не допуская другие. умею. А Да, хорошо, очень хорошо. Прими мои поздравления. Теперь ты в полной мере владеешь ключом, который, когда ты к нему будешь обращаться, станет обеспечивать исполнение всех без исключения твоих приказов, которые ты отдашь в виде сильной фокусной мысли. Поэтому с этой минуты и впоследствии постоянно, когда сочтешь необходимым, ты можешь обращаться к простому, но очень эффективному алгоритму, сценарию, в котором всегда один и тот же порядок действий, и его очень просто запомнить. Сначала ты медленно произносишь «один», «два», «три». Затем дожидаешься, когда твои веки станут тяжелыми и глаза плотно закроются. После этого проверяешь, что да, твой мозг перешел в тот особенный режим работы, при котором обеспечивается исполнение любых команд, чего бы они ни касались. Этот продуктивный режим своего мозга ты легко сможешь распознать, когда после того, как твои глаза, среагировав на медленный счет от одного до трех, самостоятельно закроются и, несмотря на усилия, не откроются. Именно это обстоятельство всегда указывает на то, что можно переходить к передаче конкретных команд, которые заявляют конкретные улучшения, позитивные изменения. Словом, как только ты убеждаешься, что действительно не можешь открыть глаза, ты можешь переходить к тому, чтобы передавать приказы на наступление улучшений и позитивных изменений способом фокусной мысли. Как формулировать эти команды, чтобы они исполнялись точно и быстро? Это просто и ничего усложнять не надо. При формулировке тебе необходимо выполнять два простых условия. Первое. Формулировка должна быть короткой, чтобы ее тебе было удобно повторять, держать на ней фокус, не допуская другие мысли. И второе. Формулируй в настоящем времени. Например, «Я чувствую себя великолепно» или «Мой ежемесячный доход составляет столько-то» или «Я прекрасно контактирую с людьми, поэтому люди меня любят» и так далее. Любая формулировка, любое твое желание, намерение или устремление, сила твоей фокусной мысли гарантированно обеспечит исполнение всего, на что ты укажешь. И знаешь, больше не давай себя заморочить. Отныне и впредь, пожалуйста, не поддавайся внушениям или своим собственным слабым мыслям, что от тебя мало что зависит. Ты можешь всё. И ты в этом обязательно убедишься, когда станешь регулярно делать это всего на 3-5 минут в день, освобождать своё сознание от мыслемешалки и фокусироваться только на одной мысли, той самой, которую ты сформулируешь, чтобы показать, заявить, реализацию того, чего ты в данный момент хочешь. И зная, здесь ведь нет никаких чудес. Просто это такое свойство мозга, когда в него на какое-то время поселяешь только одну мысль, а другие туда не допускаешь, то мозг начинает работать, как реактивная ракета с функцией самонаведения на обозначенную цель. От этого сознание расширяется, и в результате ты видишь, замечаешь значительно больше. Именно это и обеспечивает, что желания, намерения, мечты исполняются. Видя масштабнее, отчётливее и глубже, ты уже не делаешь ошибочных действий, ты не суетишься, не паникуешь и попусту не тревожишься. И от этого тебе открываются простые, действительно простые пути и решения, которые обеспечивают быструю и точную реализацию того, что ты обозначаешь способом фокусной мысли. Это всё по технике властелин себя. Спасибо тебе и за внимание, и за то, что ты стремишься к познанию себя. Приготовься на этом пути. Тебя ждёт очень много удивительных, Да нет, не просто удивительных, а потрясающих открытий. Всех тебе благ. Субтитры создавал DimaTorzok Это сеанс «Властелин себя», который является пошаговой инструкцией по обучению аутогипнозу. Что такое аутогипноз? Аутогипноз, как и гипноз вообще, это такое воздействие, в результате которого наступают заметные, наглядные улучшения в том, что является предметом воздействия. Например, это может быть здоровье, применяя аутогипноз целью выздороветь от какой-то болезни или улучшить общее самочувствие, усилить энергетику, выносливость и прочее. Ты сможешь обеспечить себе желаемые улучшения быстро и сможешь полностью контролировать своё здоровье, нейтрализуя особыми командами любые болезненные факторы. Аутогипноз можно и да, очень эффективно применять в деле коррекции судьбы, когда хочешь, чтобы наступали такие изменения в жизни, на которые указывают твои желания, твои мечты, твои устремления. Сейчас ты научишься аутогипнозу и сможешь свободно делать это, переводить свой мозг в такой режим работы, при котором обеспечивается реализация любых намерений, чего бы они ни касались. И давай приступим. Начинается аутогипноз с закрытия глаз. Так обозначается состояние, при котором, будучи бодрствующим, ты не сможешь открыть глаза. Этого можно свободно и без особых усилий достичь, устроившись оптимально удобно, в удобном кресле, обеспечив себе условия, когда никто и ничто не помешает. Да, прими оптимально удобное положение. Позволь своему телу устроиться так, чтобы тебе во всех отношениях стало удобно. Затем тебе необходимо сделать следующее. Скажи раз и сразу сосредоточься вот на этой мысли. Мои веки становятся очень тяжелыми. Думай только эту мысль. Сосредоточься только на этой мысли. Проникнись ею, пока ты ее думаешь и отгоняй всякую другую мысль, например, такую. Интересно, удастся ли мне это? Просто сосредоточься на единственной мысли. Мои веки становятся очень тяжелыми. сосредоточься на этой мысли сейчас, а я подожду. Начинай повторять мысленно. Мои веки становятся очень тяжелыми. если у тебя будет только эта единственная мысль, если ты сосредоточишься на ней как следует полностью, в то время, как ты ее думаешь, то твои веки, конечно, действительно оттяжелеют. не жди, чтоб твои веки стали очень тяжелыми. Когда они только начнут тяжелеть, можешь сразу переходить ко второй фазе аутогипноза. Эта фаза открывается словом «два». И сразу, как ты мысленно произнесешь это слово, подумай вот эту мысль. Мои веки очень тяжелые, они сами смыкаются все плотнее. Как и в первой фазе, думай только эту мысль, сконцентрируйся на ней максимально прочно и верь в эту мысль, не допуская в свое сознание ничего, что соблазняет сомневаться в том, что твоя команда безупречно исполнится. Итак, думай, мысль, мои веки очень тяжелые, они сами смыкаются все плотнее. не закрывай глаза и не удерживай их закрытыми насильно, но и не стремись держать глаза открытыми, чтобы не противоречить своим же командам, создавая тем самым ненужные конфликты внутри своего сознания. Дай, не заставляй себя и не препятствуй ни в чем, а просто держи в голове единственную мысль. Мои веки очень тяжелые, они сами смыкаются все плотнее. Пока ты повторяешь эту фразу, пока удерживаешь ее в своем сознании как единственную мысль, позволь своим векам действовать самостоятельно, пусть они сами исполнят твою команду. Когда ты проникаешь с этой мыслью с полным доверием, большие технические неполадки, сейчас вечер продолжится. Давайте немножечко подождем, просто тут мы с техподдержкой поработали, они просили перезайти ей, так что мы пока выполняем то, что нас просят, для того, чтобы улучшить качество работы в нашей вебинарной комнате. Я думаю, что вы поймете, благодарю вас за понимание, сейчас все продолжим, не волнуйтесь, ничего не прервалось, неожиданно никто никуда не ушел, просто Татьяна перезагружается. Да, вот она вошла, я ухожу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ало... Ало, Ало... О, появился звук. Ну, слава Богу. Продолжаем. Значит, у меня вопрос. Я смотрю, посетителей в комнате уменьшилось. О чём это говорит? О том, что люди хотят что-то получить, но не хотят для этого трудиться. Потому что даже работе с подсознанием надо учиться. И это не такое быстрое и простое дело, как оказалось. Судя по тому, что сейчас многие люди просто у нас покинули вебинар. А ведь сейчас вот в этом сеансе вы как раз получили возможность общаться со своим подсознанием и увидеть, что оно подчиняется вашим приказам. И здесь был дан приём, как можно со своим подсознанием договариваться. И вот сейчас вторая медитация, если действительно вы хотите научиться этому, обращаться к своему подсознанию и поручать ему исцелять себя от любой напасти. Или что-то изменить в своей жизни, в своей ситуации. То есть вы получили ключ. А сейчас мы попробуем на специальном целебном сеансе этим ключом воспользоваться. Потому что вы это уже делать умеете. И сейчас во время этой первой медитации обучающей, которая собственно так и называется, ключ, властелин себя, которая учит обращению со своим подсознанием, а сейчас мы уже можем получить конкретный результат того, что мы хотим. Но для этого надо принять специальный целебный сеанс. Чтобы этот сеанс принёс вам пользу, ту пользу, на которую он способен, нужно сделать следующее. Вспомнить и перечислить всё, что вас в своём самочувствии не устраивает. Хорошо сделать, если это прямо запишите по пунктам. Мол, вот это, то и вон то, меня беспокоит. А затем ликвидировать свою запись, порвать, сжечь, выбросить в мусорное ведро. Как хотите, так и сделайте. Главное, чтобы список ваших недомоганий навсегда исчез с ваших глаз. Сразу после этого мысленно или вслух надо произнести вот такую фразу. «Я делаю своим намерением быть абсолютно здоровым человеком». Желательно ничего не менять в этой фразе. Она тщательно выверена. И каждое слово в ней стоит в строго определённом месте. Вот я сейчас вам в чате эту фразу напишу, чтобы вы правильно её произносили, не меняя структуры слов и местоположения слов. Потому что каждое слово стоит в строго определённом месте. Затем эту фразу нужно повторить 3-5 раз, закрепить эту мысль в своём подсознании, зафиксировать, как вот вы сейчас этому учились. То есть мы таким образом указываем своё подсознание, в чём именно состоит наше ему поручение. А дальше так. Подключить к компьютеру наушники, отрегулировать звук, сделать громкость такой, чтобы не било по ушам, принять удобную позу, сидя или полулёжа. И прежде чем включить трансляцию сеанса, ещё раз повторить. «Я делаю своим намерением быть абсолютно здоровым человеком». А теперь включаем трансляцию этого сеанса. Фраза перед вашими глазами, повторяйте её 5 раз, пока я включаю сеанс. И будем тренироваться, общаться со своим подсознанием. Сегодня вебинар практика. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте! С вами Марта Николаева-Гарина. И добро пожаловать на сеанс «Тест на способность к самотерапии». Задача данного сеанса заключается в том, чтобы вы смогли определить, в какой степени развито ваше умение управлять собственным организмом и насколько вы способны к самотерапии. И можно начинать. И я предлагаю называть этот сеанс «Тест» выявлением степени вашего личного могущества. «Тест на способность к самотерапии». И можно расположиться поудобнее. И принять комфортную позу. Закрыть глаза. Настройтесь выполнять все инструкции, которые вы будете слышать. «Тест на способность к самотерапии». Сделайте глубокий вдох. И задержите дыхание на несколько секунд. Можно выдохнуть. И еще раз вдохните. Задержите дыхание. И выдохните. «Тест на способность к самотерапии». И еще раз вдох с задержкой. И выдох. Очень хорошо. А теперь расслабьте мышцы вокруг глаз настолько, чтобы они полностью перестали работать. А теперь притворитесь, что вы не можете открыть глаза. Хотя, разумеется, вы отлично знаете, что это в ваших силах. Но просто притворитесь, что не можете открыть глаза. Я сделаю паузу, чтобы вы сыграли в эту игру со своими веками. И пока вы находитесь в таком расслабленном состоянии, вы сможете притвориться, что глазные мышцы вообще не работают. Потому что он длительный. И я его вам дарю домой. Это будет ваше домашнее задание. Потому что у нас тут из-за всяких вот этих технических накладок немножко я не вписываюсь во время, которое мне отведено для встречи с вами. Поэтому эту медитацию вы проделаете дома. Она длится 30 минут. И поэтому сейчас у нас на ней нет времени. Мне еще нужно определенные вам рассказать вещи, которые запланированы на сегодня. Значит, эту медитацию вы получите в подарок. И сделайте это дома. Скорость изменения у каждого своя. И как вы научитесь с этой внутренней силой вашей работать, так у вас все и пойдет. Так что надо довериться плану своего подсознания и просто знать, оно не подведет. Так что держите вот эту медитацию в подарок. А мы продолжаем наш вебинар. Ничто не ново под Луной. И нам же это хорошо известно, верно? Все новое – это хорошо забытое старое. А вибрационный взгляд на все сущее – это очень хорошо забытое старое. Даже слишком хорошо забытое старое. И в этом смысле технологию энерготерапия по принципам вибрационной медицины, если и можно назвать новацией, но с большой натяжкой. На самом деле это практически вид того, что давным-давно известно. Например, есть в гексограммах книги-перемен в философском трактате, датированном примерно с 700 годом до нашей эры. Да, мы постоянно так делаем. То утрачиваем знамя, то вновь их обретаем. Вот и сейчас мы возвращаемся к пониманию своей природы. И уже осознаем, что мы на минуточку энергия. Прежде всего энергия. А коль скоро это так, то и хватит так огольно доверять своим во всем ущемленным органам чувств, не позволяющим нам видеть дальше своего носа, дальше материальной реальности. К тому же энергетические поля человека, эфирные, астральные, ментальные, уже перестали быть допущением, чем-то предположительным. При современном оснащении эти поля не просто прекрасно видны, а уже можно и наблюдать, как эти наши тонкие тела между собой взаимодействуют и как друг на друга влияют. Кстати, в этом ответ на вечный вопрос о том, почему люди стареют с разной скоростью. В наблюдении тонких полей видно, что болеют, дряхлеют и к 50 годам рассыпаются на части именно те люди, чьи тонкие тела неоднородны или вовсе разорванные клочья. Тоже справедливые в отношении жизненных обстоятельств. Они тяжелы и сплошь забиты всякого рода проблемами именно у тех людей, чья квантовая анатомия выглядит так, будто побывала в огне огромные дыры или грубые уплотнения. И спасение от этого именно в вибрационном подходит. Ведь мы многомерны, из этого надо исходить. И пускай вибрационные подходы еще не очень привычны, но это всего лишь вопрос времени и недолгого. Ведь главное произошло. Академическая наука признала, что на энергетические воздействия современный человек отзывается значительно лучше, чем на механические. Взять хотя бы простые медитации. Ведь чудеса же творят самые настоящие чудеса. Поэтому совсем не случайно Нобелевские премии за вибрационные технологии и неспроста такой активный интерес к правому полушарию человеческого мозга возник. Эти ключи примерили, и они работают. И прямо указывают на то, что мы пока называем сверхспособностями. Это наша природная норма. И 160 лет жизни в здоровом теле и в ясном уме перестает быть фантастикой при такой норме. И в этой связи хочется отдельно обозначить, что слово терапия в названии технологии применено не в значении лечения, а значительно шире. Технология энерготерапии по принципам вибрационной медицины это такое воздействие на квантовую анатомию, которая не только наводит порядок в здоровье, но и расширяет возможности органов восприятия. И это заставляет говорить об экстрасенсорике. Признаки этого явления проявляются в ходе энерготерапии постепенно, а первые наглядные проявления расширенного восприятия фиксируются обычно уже после 7-8 процедуры. и не надо относиться к этому как к чему-то сверх. Это простое следствие активации работы правого полушария и ничего больше. И сейчас я вам хочу рассказать немножко о том, как же повышать энергию, как стать несгораемой батарейкой. Метод высокий тонус Формула высокого тонуса Совершенно очевидно, что усталый вид, изможденное лицо и натужная походка признаки, несовместимые со здоровьем. Про красоту вообще говорить не приходится. Человек, имеющий вид, будто баржу в одиночку тянет, гармонии точно не блещет. Да, увы, ритмы нашей жизни нас не украшают. А еще говорят, что движение – это жизнь. Но почему, когда это движение приносит не полнокровную жизнь, а хроническую усталость? Почему утро уже не так радует? И откуда это неистребимое чувство белки в колесе? И что сделать, чтобы зареять в себе ту батарейку, которая когда-то работала бесперебойно? По большей части это вопросы о причинах хронической усталости. И я предлагаю их найти. Найдем причины, значит найдем и то, чем им противостоять. Итак, уровень жизненной энергии, еще ее называют энергетическим тонусом, а на Востоке называют энергией ЦИ, это чуткий индикатор здоровья организма. Точнее индикаторов, просто нет. Если есть хронический дефицит энергии, хроническая усталость, если имеет место быстрая утомляемость, то это прямое указание в здоровых процессах какой-то сбой. Что мы обычно делаем в таких случаях? Обычно практикуется два сценария поведения. Первый, идем к врачу, чтобы найти причину упадка сил. Если повезет и правильно определили причину, вылечиваемся и восстанавливаем жизненный тонус. Второй, более популярный, стараемся не обращать внимания и продолжать держать ритм, поддерживая себя различного рода стимуляторами, или не поддерживая, а действуя исключительно на силе по имени НАДО. Критики по поводу перечисленных сценариев не ждите, ее не будет. У каждого свое отношение к своему организму и любое имеет право на жизнь. Я просто представлю на ваше рассмотрение еще один сценарий с надеждой, что он вам понравится больше, чем упомянутый. Но сначала обоснование, почему предлагаемый сценарий имеет такой вид, а не иной, и почему я считаю его гораздо более эффективным, чем первые два. Есть в математике, да и вообще в науке, такой подход, от частного к общему. Очень полезный подход. Он позволяет видеть не с узкого места, а масштабно, в объединенных чертах. Так вот, если все причины упадка сил объединить по схожим признакам, то мы сразу выйдем на главную, я бы даже сказала, основополагающую причину снижения жизненной энергии. А значит, поймем природу всех на свете болячек, ну или почти всех. Итак, главная причина снижения жизненного тонуса укладывается в очень понятную и простую формулу. Напряжение не равно расслаблению. Нужны доказательства? Разумеется. Вот доказательство номер один. Если спросить человека, который весь день напролет или сразу несколько дней провалялся по обломовски на диване, то он скажет, что сил у него нет ни на что на свете, что чувствует разбитость, вялость, апатию и прочие признаки низкого уровня энергии. И этому человеку нельзя не верить, потому что доза расслабления, которую он принял, заблокировало процесс поступления энергии. Почему? Потому что сбился баланс, в котором расслабление должно быть равно напряжению. Результат сбитого баланса состояние упадка сил. Доказательство два. Здесь, как вы поняли, к рассмотрению берется противоположный сценарий, где человек работает по 10-12, а то и по 15 часов в сутки. И не важно, где он так себя истязает, на работе, дома, на благо ближних, кстати, и не важно, как надрывается, физически или умственно. Для сущей правдивости образа труда голика нужно добавить еще одну немаловажную деталь. Он, если и имеет представление про то, как требуется отдыхать от трудов, то категорически не умеет это применять. Он даже посидеть спокойно не может, не говоря уже про полежать и расслабиться. Этого навыка у него просто нет, утрачен. Каков результат? Ну конечно, тот же, что и в первом сценарии, только результат этот уже хронический, ведь ленивец может встать и начать что-то делать и тогда баланс восстановится. Трудоголику восстановить баланс значительно сложнее. И мне таких попадалось немало. Очень трудно вернуть навык расслабления, ведь такие, как правило, герои труда уже и ночью спать не могут, а это уже патологическое неравновесие, очень опасное. Прежде чем идти дальше, хочу согласовать понятия напряжения и расслабления. В контексте нашей темы эти понятия используются в таких значениях. Расслабление это накопление энергии, напряжение это трата энергии. А теперь посмотрим вот на это. К напряжению, когда мы тратим энергию, относятся следующие внимание. Недостаток сна меньше 6 часов, избыток сна больше 10 часов, гнев и глухое раздражение, неприязнь, навязчивое и весьма стойкое чувство к человеку или группе людей, обида, тревога, страх, суетливость. Это когда при больших затратах движения мало продуктивного результата. Пустые разговоры, те, которые мы поддерживаем от нечего делать или, к примеру, из приличия. Осуждение, колоссальные затраты, зависть, убийственные затраты энергии, переедание, особенно если пища жареная, старая или подогретая, нахождение под прямыми лучами солнца, если больше 20 минут и с открытым телом, то если не отдохнуть, значит отнять энергию органов сердца в первую очередь. Курение, курильщики знают это чувство вялости, но часто не распознают его как следует, забыли, что такое норма энергии. Алкоголь, буквально призван обесточивать таков химический состав. Торопливые перекусы, еда на ходу, и это так понятно, забивает живут кое-как прожеванной пищей, и он, чтобы переработать все эти куски, тратит огромное количество энергии. Физические нагрузки, в том числе динамические тренировки, умственные нагрузки. Обратите внимание, что основные энергозатратные факторы находятся в эмоциональном поле. физические и умственные нагрузки квалифицируются как благоприятные, и это понятно. И обратите внимание, на что вот все энергозатратные факторы, как правило, низкочастотные, и мы загоняем себя из высоких в низкие частоты, они жрут нашу энергию. Одни питают тело кислородом, когда физические и умственные нагрузки благоприятны, другие тренируют мозг. Именно поэтому эти виды нагрузок не требуют особенных восстановительных мероприятий. Организм выполняет их автоматически. К расслаблению, когда мы накапливаем энергию, относятся следующие. Сон, 7-9 часов, транс, медитация, дыхательные упражнения, энергетическая гимнастика, вот как ни странно, это расслабление на уровне внутренней среды, молитва, нахождение в храме, уединение, уединение колоссально восстанавливает силы, визуализация цвета, неспешная прогулка, плавание, питье воды, прослушивание классической музыки, особенно в этом смысле ценно-органная музыка, ароматы, запахи леса, моря, поля, эфирных масел, массаж, акупрессура, а еще знаете что? Мы накапливаем энергию, когда искренне кем-то восхищаемся. И конечно прощение, от него возврат, растраченный на обиду энергии, приходит в двойном объеме, если вам хотя бы раз удалось кого-то искренне простить, вам это хорошо известно. И благодарность. Я подробно исследовала силу благодарности, и знаете, сама толком не знаю, возможно в этом задействована биохимия мозга, иных логических объяснений тому, что люди, практикуя только благодарность, вытаскивали себя из финансовых ян, больничных кроватей, и тяжелейшие депрессии. Я просто не нахожу этому объяснение. На этом мы нашу теоретическую часть вебинара заканчиваем. Дальше последует практика, где приемы пополнения энергии строго подобраны под жизненные ситуации. Поэтому формулу напряжения и расслабления соблюдается безупречно, ноль в ноль. Приемы, составляющие метод высокий тонус, замечательны сами по себе, а в контексте целостного комплекса, эффективны вдвойне, и фокусно привязаны к конкретным ситуациям. Такой подход гарантированно обеспечивает соблюдение энергетического баланса, потому что формула напряжения равно расслаблению соблюдается с абсолютной точностью. Осваивать предложенные способы нужно постепенно, в течение нескольких дней, и можно вне ситуации. Это гарантия того, что вы точно их станете применять. Всего предлагается 17 несложных в исполнении способов. Не пугайтесь количества. Во-первых, не все приемы могут понадобиться именно вам, а во-вторых, многие из них вы наверняка уже знаете. Я вам предлагаю осваивать вместе эти приемы на специальных занятиях-сеансах, которые нам понадобятся всего 5, по 2 часа на каждый сеанс. На этих занятиях мы будем не только осваивать сеансы, но и учиться полноценно использовать специальную подборку медитаций, которые нам помогут восстановить свое здоровье, помолодеть, остановить процессы старения своего тела, научиться прокачивать и наполнять наши чакры. Сейчас вы стоите на пороге великого таинства, получения умения свободно и напрямую общаться с могущественной силой, собственным подсознанием. И как раз оно, подсознание, сделает это, освободит само себя от того, что находится в его хранилище, в ментальных и поведенческих программах, которые унаследованы по линии рода и которые не всегда полезны нам. После прохождения этих занятий вы получите в свое пользование не только все материалы, которые мы будем использовать в ходе занятий, но и новые материалы для продолжения работы над своим здоровьем и жизнью. Вы получите в подарок метод сохранения здоровья и молодости, метод живее и молодее и право на двухчасовый скайп-коучинг по важным для вас вопросам, который стоит 3000 рублей. Вы его получите бесплатно. Стоимость пяти двухчасовых занятий с тем количеством приложений обычно составляет 10 000 рублей. Я вам предлагаю сегодня его с 50% скидкой, если вы оплачиваете в течение трех дней. Потом цена станет прежней. Кроме того, каждый, кто сделает и оплатит заказ, получит в подарок книги о вреде здорового образа жизни. Это книга о том, как защитить себя от онкологии, правильно питаться и продлить свою молодость. И самая ценная книгу молитвы для снятия любых энергоинформационных поражений, в которой не только описаны результаты научных исследований действия молитв, но и сами молитвы на все случаи жизни. Вы же помните, я вам рассказывала на прошлом вебинаре о действии молитв. У меня был совершенно невероятный опыт использования этой книги. Когда я ее получила, то прочитала ее сразу всю залпом, читая молитвы так, как там было написано. Если надо было два раза, я читала два раза. Считала весь вечер, до двух часов ночи. На следующий день хотела посмотреть свою энергетику, но прибор не захотел включиться. На второй день после этого я все-таки сняла показания прибора и была в шоке. Вот смотрите, я сейчас вам покажу, что произошло. Вот смотрите, вот это 15 апреля, мое состояние, 71 год у меня был в прошлом году, биологически его за 62 года. И посмотрите, что произошло 17 апреля. Вот 15 я получила книгу, 16 я ее вечером прочитала, 16 я не смогла. Посмотреть, а 17 я увидела, что я, мой биологический возраст 40 лет. На 30 лет изменилось состояние моей энергетики. Но это просто вообще невероятно тогда. Я пересняла несколько раз. Вот смотрите, сравнение. Вот что было и что стало. Вот эти треугольнички верхние, это состояние. Зелененький, вегетативная нервная система. Оранжевый, это эндокринная система. Фиолетовый, это психологическое состояние. И синий, это иммунитет. Посмотрите, 15-го, 41%. Вот синий треугольник, это возрастная норма. К возрастной норме был плюс 41%. То есть вот состояние зеленого треугольника. А через два дня после прочтения книги плюс 84%, в два раза больше. И энергия, ну как у 40-летнего, программа и показала состояние биологического возраста на 30 лет меньше. Вот как выглядят энергетические пирамидки. Вот внизу, видите, это то, что было. 15-го, когда был биологический возраст, 62 года. И смотрите, что стало. Вот такая энергия у 40-летнего. И вверху эта матрица эндокринной и нервной системы, она тоже совершенно преобразилась. Я была в шоке от увиденного. Я вообще не могла представить, что такое может произойти. Вот такая тоненькая маленькая аура была. И посмотрите, что стало. Была 41% стало, 84%. Аура о чем говорит? Вот эти наши все тонкие тела, посмотрите, какие они стали мощными. Какие они стали большими, какие они стали насыщенными. Ну и вот здесь последняя картинка. Это состояние наших каналов. То есть канал печени, канал сердца, канал почек, канал зодичного пузыря и так далее. По китайской восточной медицине. И вот вверху, вот этот вот квадратик, не квадратик, это состояние энергетики. Конечно, говорить о гармонии сложно. У какого-то органа больше, у какого-то меньше. И что стало? Стало почти идеальное состояние энергетики. И посмотрите, как энергия всех столбиков повыросла, все ресурсы выросли. И почти идеальная состояние. Немножко на сердечно-сосудистом, на сердце немножечко выщерблено. Представляете? Результат работы с этой книгой. И я эту книгу подарю вам. И подарю шанс помолодеть и изменить свою энергетику вот таким же образом. Только не ленитесь. Вместо телевизионных программ и всяких боевиков, почитайте эти молитвы, почитайте эти книги, позанимайтесь медитациями. Занятия мы начнем в день весеннего равноденствия, когда все начинает обновляться и развиваться. И эти занятия будут проходить два раза в неделю. Для того, чтобы вот мы прозанимались день, потом у вас был день на укрепление этих знаний, на повторение. У нас занятие будет первое 20-го, потом 22-го, потом 27-го, потом 30-го марта. И последнее занятие будет 3-го апреля. И после 3-го апреля, если кому-то нужно будет коуч-сессию подарочную, пожалуйста, вы будете ее заказывать. Вот такую я вам предлагаю программу обучения и восстановления энергетическим практикам. А самое главное, вы получите столько материалов, которые будут помогать вам в течение многих даже последующих месяцев и лет поддерживать. Вторая книга называется «Как избавиться от энергоинформационных поражений». И в этой книге рассказаны данные научные исследования, которые проведены и проверялись учеными молитвы. И даны конкретные молитвы на все случаи жизни, которыми вы сможете всегда воспользоваться, они всегда будут у вас под рукой. Молитвы для снятия любых энергоинформационных поражений. Так называется эта книга. Ну на этом я с вами прощаюсь. Мое время истекло. Спасибо вам за внимание. И я передаю слово Татьяне. Татьяне.